МОЛОКО МОЛОКО Охотникам разрешат отстреливать вороны-бакланов. Почему за и селяне, объясним. Неизвестная удмуртская проза. Студенты Литинститута собираются перевести малоизвестные произведения начала прошлого века. О чем они, расскажем. И спасателям требуются помощники. В Сарапуле появится свой добровольческий поисковый отряд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые выплаты за классное руководство учителя Удмуртии получат вместе с авансом в конце сентября. Министерство просвещения объяснило правила. Выплата будет ежемесячной. Одновременно учитель может вести только два класса. Тогда и вознаграждение удвоят. При этом федеральная выплата не отменяет региональную надбавку за классное руководство. За классное руководство каждый классный руководитель будет получать отдельной строкой по 5 тысяч за одно классное руководство. Если у классного руководителя два классного руководства, то они будут получать в два раза больше, то есть 10 тысяч. Как сообщили в Ижевском департаменте образования, в столице Удмуртии почти 4 тысячи педагогов являются классными руководителями. Администрации школ уже направили приказы в централизованную бухгалтерию. Первую выплату столичные педагоги получат в день аванса. Цены на маски проконтролирует антимонопольная служба. В ведомстве предлагают жителям республики, если они заметят, что средства индивидуальной защиты начали дорожать, сигнализировать об этом на номер горячей линии. Между тем, по данным УФАС, вновь объявленный масочный режим к росту цен пока не привел. На сегодняшний день стоимость медицинской маски составляет в среднем 10 рублей, если мы говорим о медицинской маске. При этом в торговых сетях как федерального, так и регионального значения имеются в продаже средства индивидуальной защиты, ну не медицинские, а просто маски. Средняя стоимость составляет 5 рублей. Мы ситуацию контролируем и в случае экономического необоснованного изменения цен, безусловно, будем реагировать. Напомню, в марте было возбуждено дело в отношении трех компаний, которые реализовывали маски через аптеки. Их подозревают в сговоре. В одно и то же время все три начали продавать маски по одной цене. При этом скачок цены составил 22 рубля. В антимонопольной службе рассчитывают, что в октябре суд вынесет вердикт. За две недели 4% жителей республики сделали прививку от гриппа. Статистику приводит региональный Роспотребнадзор. При этом план на вакцинацию в республике 60% населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, пока активность гриппа в странах европейского региона находится на межэпидемическом уровне. В России в целом подъем заболеваемости не отмечен. Что касается республики, то еще неделю назад в регионе по ОРВИ отмечали подъем. Инфекционисты и санитарные врачи особенно рекомендуют прививку группам риска и особенно, чтобы избежать сочетания инфекций гриппа и ковида. Поставить вакцину можно в поликлиниках по месту жительства. Там открыты специальные кабинеты, также работают выездные прививочные бригады. В Удмуртии сегодня стартовал месячник по безопасности молока. Проводят его ветеринары республики. Под контролем не только состояние и чистота используемого на ферме оборудования, но и качество производимого сырья на выходе. На проверку вместе со специалистами отправились и наши корреспонденты. Десять утра. Одна из молочных ферм Завьяловского района. Сегодня здесь работает бригада ветеринарных врачей. Цель визита – забор проб и смылов для экспертизы качества молока. Зоотехник хозяйства докладывает, как организована работа. Без этой ежедневной процедуры пройти контроль и получить ветеринарное заключение качества невозможно. Это непосредственно пункт промывки доильных аппаратов и дезинфекция. Здесь же проводится дезинфекция и промывка всей молочной линии. В емкость набирается вода, создается 0,5% раствор моющего средства. Одна промывка кислотой после обеденной дойки, две промывки щелочью после утренней дойки и после вечерней дойки. Любовь Черницына – главный ветеринарный врач по экспертизе Завьяловского района. Сегодня работает на этом предприятии. Производит забор более десятка проб. Проверяет частоту молочной линии и качество надоенного с утра молока. Оно не должно содержать в себе группы антибиотиков, бактерий и микробов. Всего у нее на контроле 42 молочные фермы Завьяловского, Малопургинского и Игводинского районов. Каждую посещает раз в месяц. Технологию взятия смывов, забора молока знает от и до, говорит. Главное в этом деле – стерильность. Каждая проба у нас будет пронумерована. Потом составлен будет акт. Вот цифру один ставим. Потом в акте записано, с какой рабочей поверхности молочного оборудования взяты эти пробы. То есть все в стерильных условиях. Взятые смывы с оборудования упаковывают в колбы со специальным реагентом. Забор молока производится в стерильный герметичный пластиковый пакет. Важно взятый материал правильно транспортировать. Для этого сумка-холодильник и максимум 4 часа, чтобы доставить материал в лабораторию в Ижевск. Где он будет проверен на 16 показателей качества. В том числе специалисты дадут еще одно заключение. Влияют ли использованные ветеринарные препараты на состав молока. Спектр увеличился проб на сегодняшний день в связи с изменением в действующем законодательстве, законе о качестве безопасности Российской Федерации. Добавились органолептические исследования, физико-химические исследования молока. Они проводятся ежемесячно для того, чтобы действительно быть уверены в том, что на сегодняшний день в обращении идет безопасная продукция. За сентябрь в лабораторию ветеринарной станции Удмуртии проведут более 5000 исследований на качество молока. Их привезут в Ижевск с 300 ферм Удмуртии. Данные исследований, проведенных в рамках месячника, обнародуют в начале октября. Наталья Байгозина, Илья Дериндяев. Новости. В России выросло число случаев птичьего гриппа. Об этом рассказали в Россельхознадзоре. Только за последний месяц в стране уже выявлено 30 фактов. Для сравнения, за весь 2019-й было всего два. Сейчас вспышки заболевания фиксируют в Сибири и на Урале. Вирус опасен для экономики. Так, в Омской области на одной из птицефабрик пришлось уничтожить полтора миллиона птиц. А некоторые штаммы птичьего гриппа могут быть опасными и для людей. В Удмуртии вспышки заболевания в последний раз фиксировали два года назад. Чтобы ситуация не повторилась, надзорные органы проводят профилактику. Гражданам необходимо не допускать приобретение птицы, продукции птицеводства в несанкционированных местах торговли. Вот, к примеру, сегодня у нас специалисты выезжали в рейд в Овожский район. Выявлен случай реализации птицы без ветеринарно-сопроводительных документов. Организованы рейды по местам скопления птицы. То есть мы выявляем павших и, соответственно, дикой птице производится отстрел и отбор биоматериала для лабораторных исследований на гриб птиц. А владельцам лично подсобных хозяйств надзорные органы советуют не отпускать птицу на свободный выгул. В Удмуртии могут разрешить отстрел ворон и бакланов. Это предложение регионального Минприроды. Этих птиц они предлагают включить в список охотресурсов. Почему? Нашим журналистам объяснили не только охотники, но и владельцы личных подсобных хозяйств. Александру Демидову слово. Вот черноплодка, ничего нет. Калину, конечно, они не едят, она горькая. Вон черноплодка. Я пошла собирать, даже топтать уже ничего не стала, потому что собирать нечего. Ситуация, когда на кустах собирать нечего, для Ларисы Барановой уже стала привычной. В последние годы ее лично подсобное хозяйство постоянно атакуют вороны и не только ягоды. Яйцо снимают. То есть ты пришел за яичками, а вороны-то их уже сняли, они их уже унесли. А птенцов, когда выращиваешь, они очень любят таскать птенцов. Пугало-то точно не помогает. Сеточки, вы сказали, какие-то, да? Сеточки. Мы, в принципе, же и делаем сетки. Только они караулят, когда ты уходишь, когда тебя нет. Они знают это когда. Последние лет 10 на ворон в Удмуртии охотиться запрещено. Они расплодились и теперь угрожают другим видам пернатых. Разоряют гнезда и съедают потомство ценных промысловых птиц. Между тем, в Советском Союзе за каждую подстреленную ворону полагалась награда, вспоминает охотник с полувековым стажем. Самое радикальное – это был отстрел птицы. За это время принес две лапки, говорили спасибо и давали патрон один. Сами будете охотиться на ворону в следующем году, когда выйдет и снова можно будет стрелять? Поживем, посмотрим. Сейчас уже просто так губить птицу. Даже если это и ворона, все равно жалко. Разрешить охоту на ворон в Удмуртии могут уже в следующем году. Это предлагает региональный Минприроды. В список охоты ресурсов внесли и бакланов. Эта южная птица прижилась в Удмуртии и наносит урон рыбхозяйствам республики. Один баклан в день съедает до килограмма рыбы. Решение разрешить добывать эти виды принимали ученые. Было подготовлено, вынесено соответствующее предложение на Совет по охоте и охотничьей хозяйству при Министерстве предыдущих ресурсов. И на Совете было принято соответствующее решение. И таким образом, в настоящее время проект закона внесен в Государственный совет в Удмуртии и Спурке. В зависимости от вида, от их численности будет определяться их нормы топливных добычей. После того, как закон будет принят и оба этих вида войдут в список охотничьих ресурсов, охотники при получении лицензии на промысловую птицу смогут также стрелять баклана и серую ворону. Александр Демидов, Андрей Бусыгин. Новости. Поисковый отряд «Регион-18» – это общественная организация, которая помогает в поиске пропавших, расширяет свои ряды. Поисковики-добровольцы создают филиал в Сарапуле. Нужны стали помощники на местах. Сарапульский район в этом сезоне стал вторым после Завьяловского по количеству обращений о заблудившихся ягодниках и грибняхах. Когда у нас, допустим, здесь идет одновременно несколько выездов, например, здесь четыре поисковых выезда идет по Завьяловскому району, и поступает заявка из Сарапульского района, то нам, ну, понятно, что проблемно, да, сформировать свободный экипаж. Конечно же, будет правильнее, будет продуктивнее, если те люди, которые у нас будут в Сарапуле находиться непосредственно на месте, они уже с ними пойдут проводить вот эти поисковые работы. Это будет быстрее, правильнее, и, конечно, результат уже будет совершенно другой. Первая организационная встреча в Сарапуле с теми, кто готов и может помогать в поиске пропавших, пройдет уже завтра. Вся информация есть на официальной странице отряда в соцсетях. Инструктаж будут проводить профессионалы, сотрудники поисково-спасательной службы республики. Основная задача нам – это усилить корпировку на поисковые работы. А для того, чтобы правильно оказать помощь и не столкнуться с проблемами, мы должны провести вначале обучение, подготовку этих договоровольцев. В поисково-спасательной службе рассчитывают отряд, который будет сформирован в Сарапуле, будет помогать им в поиске пропавших уже в этом году. Всего с начала сезона спасателям и поисковикам-добровольцам пришлось разыскивать порядка ста заблудившихся человек. Крымские поисковики нашли останки солдата из Глазова. Работы на полуострове идут в рамках проекта «Вахта памяти». Накануне поисковый отряд из Феодосии поднял более 20 бойцов Красной Армии. При одном из них нашли именные часы. Судя по надписи, есть две версии. Либо часы принадлежали товарищу Мигалю из города Глазово, либо в 1936 году были ему там вручены. Исследование продолжается. А сами глазовчане тоже отправились в экспедицию. Отряд педагогического института «Новый Феникс» представит Удмуртию в межрегиональной поисковой экспедиции в Ленинградской области. В этом году из-за коронавируса поисковый сезон с весны был передвинут на осень. Произведения удмуртских писателей, ранее никогда не издаваемых на русском языке, стали доступны и русскоязычному читателю. Студенты Литературного института имени Горького в этом году перевели произведения, посвященных Великой Отечественной войне. Работы были опубликованы в одном из федеральных периодических изданий. Сейчас в Литинституте обучается специальная группа переводчиков с удмуртского языка. В ближайших планах работа еще над несколькими произведениями, ранее не издававшимися на русском. Поскольку мы сейчас начали изучать удмуртскую литературу и проходим начальный период литературы, это конец XIX века, начало XX века, то вот в этом семестре я их ориентирую на период произведений начала XX века, десятые, двадцатые годы, которые ни разу не переводились. Переводить студенты будут «Мой побег из плена» Алексея Денисова. Это автобиографическая повесть участника Первой мировой войны. Издавалась она один раз в 1919 в Казани, после чего она долгое время была забыта. В планах и работа над произведением Ивана Соловьева, но также о рекрутах. Возможно, в будущем переводы будут опубликованы на печатных или электронных носителях. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова